27 января вся наша страна вспоминала о подвиге осажденного в годы Великой Отечественной войны Ленинграда. Несмотря на все планы гитлеровцев, город-герой выстоял и выжил. В этом году исполнилось 75 лет со дня полного снятия блокады. И в честь памятной даты различные мероприятия прошли в городе Буе и Буйском районе. В школе номер один старшеклассники провели квест-игру для учащихся 6-9 классов. Цель данной игры напомнит современной молодежи об основных событиях и героях Великой Отечественной войны. Формирование умения играть в команде, развитие познавательного интереса к истории Родины, воспитание патриотизма. Вот это такие события, которые никогда не исчезнут из истории нашей страны. Они всегда надо помнить, всегда надо знать. И я очень довольна, как председатель Совета ветеранов, как ваш постоянный гость, что Детская ветеранская организация «Победа» это мероприятие не оставила без внимания. У нас сейчас Буя 12 блокадников Ленинграда. Было больше, конечно, время. 75 лет пришло все-таки. Время берет свое. Я посмотрела ваши рисунки. И на большинстве рисунков кусок хлеба. И у вас здесь, вот я посмотрела, очень многие рисунки сопровождаются хлебом. Потому что 900 дней жители Ленинграда голодали и замерзали. Представьте себе, 125 граммов хлеба на день. Что такое 125 граммов? Да еще кто-то карточки потерял. Конечно, хлеб был некачественным. Поэтому, вот мне хочется вам сказать, я с одним блокадником Ленинграда ходила навстречу в школу номер 9. Он там выступал и говорит, очень хорошо свои воспоминания передал, нам в музее был. Говорит, дети, вот настолько для меня дорог хлеб, вы, наверное, не поверите, что я и сейчас пельмени кушаю хлебом. Потому что, понимаете, даже есть секретарь не такого, хлеб всему голова. И он это сказал мне случайно. Он на этом сделал ударение, что сейчас хлебу, ну, такое, знаете, не очень бережное отношение. Вот раньше, я маленько помню, мама, предположим, режет хлеб и кружка упала на стол. Ради бога, она ни за что эту кружечку не бросит. Она обязательно кусочком эту кружечку подберет, чтобы она никуда не упала. А сейчас батонами выбрасывают. Поэтому спасибо вам большое, что вы, я думаю, что сегодня с мероприятий еще больше убедитесь. Вот страхи тех событий, которые проходили в Ленинграде в те годы. Вот. И будете очень уважительно относиться к людям, которые пережили войну, в том числе и блокаду Ленинграда. Участники мероприятия были разделены на две команды – «Защитники» и «Ладога». В разных кабинетах школы располагались специальные пункты, где ребята должны были выполнять задания как теоретического характера на знание истории, так и практического, где нужно было показать свои умения. За правильно выполненные задания команды получали очки. Все задания квеста обучающиеся выполняли с большим интересом, получая не только заработанные баллы, но и новые знания. В результате победу одержала команда «Защитники». Данное мероприятие позволило ребятам оценить подвиг простых людей и солдат, переживших голод блокады и сохранивших любовь к близким и стране, в которой жили. Нам с вами надо делать все, дети, чтобы это никогда не повторилось, чтобы нас крошками хлеба не кормили, чтобы мы не замерзали, чтобы мы не голодовали. Надо делать все, чтобы никогда над нами не было грозного военного неба. Вам, конечно, хорошей учебы и оправдать доверие вашей ветеранской организации, которая называется «Победа».